Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в бумажки. Премьер Калечий подал жалобу, по его мнению, обыски на границах нарушают правила граждан, права граждан. Пора на работу. Я записал четвертую серию, и как бы опять чуть-чуточку у меня там получилось недоразумение одно, и получилось, что вот я 25 минут записывал и ни черта не записал. И получается, наверное, даже что-то потерялось, вот с третьей серии по четвертую серию где-то что-то пролетело. Но в этом нет ничего страшного, я так думаю, и давай-ка мы с тобой приступим. Вспомним, как это играется, был давно, последний раз играл кошмар. Арстотска, Министерство въезда, официальная бюллетень, инспектор Калечий подали официальную жалобу. Сегодня для участия в переговорах на высоком уровне прибывает дипломат. Обязательный досмотр всех граждан Калечий отменяется. Следующая страничка, что? Дипломаты должны предъявить только паспорт и действительный документ, подтверждающий их дипломатический статус. Обновленная информация по документам содержится в инструкции. Слава Арстотске. Так, хорошо, давай-ка мы с тобой достанем общие правила. Посмотрим, что здесь у нас. Паспорт, действительный, личная карта, разрешение на въезд, для работы тоже разрешение, никакого оружия контрабанды. И дипломатов проверяем. Так, что там у нас? Так, по странам я пока не разбираюсь, и не особо разбираюсь в печати, тем более я вообще как-то пока еще не могу. А при... что такое? А, имущество МБ. МБ, что такое МБ, не знаю. Ну, давай начнем, давай приступим. Время пошло, как говорится. Кто у нас тут такой? Здравствуйте, мужчина. Какова цель вашей поездки? Меня пригласили официально. Смотрим, значит, Александр Залестин. Залестин Александре. Калечия. Дипломатический статус. Представитель, предъявитель является дипломатическим представителем государства, входящего в Совет наций. Свободный въезд все указанные страны Совета наций. Арстотска, Импор. Срок действий не ограничен. Интересно, это как такое может быть вообще? 82-й год нормально. Фотография похожа, полмужской. Номер еще надо, чтобы совпадал. И, наверное, это действительно дипломат. Давай его пустим. Проезжайте. Это было просто. Надеюсь, это было действительно просто и без всяких нарушений. Не хочется мне нарушать, не хочется мне какие-то там... иметь проблемы с работой со своей. Так, ты из Арстотска. 84-й. Восточный Грештин. Женский пол. 49-й год рождения. 49-й. 57 килограмм совпадает. Тамарис Альмендра совпадает. Единственное, что... А, ну это выдано, а живет она хрен знает где. Ну ладно, давай. Давай и совпадает, совпадает. Вперед. Мне сказали пропускать хотя бы 8 человек. 7-8 или 7-9 что ли человек. И... Я попробую. Попробую, но... Ой, привет, Джорджик. Привет, это я. Рад, конечно. Так, дружище, нет. Пропуск нет, пропуск мне не нужен. Мне нужно... Личную карту. Ну, в смысле, нет связи. Ладно, значит, нужно просто отдать ему. Отдать, отдать. Все, 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 все. Виза на въезд от отмена. Вперед. Уходи. Больше сюда не приходите. Ха-ха. Шутник. Ты хороший человек, но у меня бизнес в Арстотске. Найду правильные бумаги и опять приду к тебе. Хорошо, приходи, но только с правильными бумагами, естественно. Зачем ты мне нужен? Просто так. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Калечие, транзитом. Женский пол. Транзит на пару дней. Транзит на пару дней согласен. Совпадает. До 16 декабря. Паспорт. Действительно, но женский пол как-то меня смущает здесь. Женский пол совпадает. Ладно, совпадает, так совпадает. Хорошо. Давай посмотрим по выдаче. Ты из калечии. Юрко совпадает. Это номер паспорта. Так, Михаила Сеймонова. Я просто не очень понимаю, почему... А, ну женский, да, женский пол. Так. Да, ну все, в целом, все, все. Да, ну нажмись. Все хорошо. Разреши. Вроде как бы... Вроде как бы все правильно. Вроде как все верно. А там как знать? Ну, вроде да. Вроде все хорошо. Ой. Здравствуйте. В им... Орден не дремлет. Так, что тут? Кормен Дрэкс. Ладно, давай Кормен Дрэкс. Что такое Кормен Дрэкс? Не ясно. Следующий. Ваши документики. Какова цель вашей поездки? Я хочу навестить родственников в продолжительность визита на 6 месяцев. В гости на 6 месяцев. Так, погоди-ка. Ты мне сказал что? Ты мне сказал что-то иное. Ты мне про 6 месяцев сказал. 6 месяцев, 2 месяца. Да? Прикинь, обманывают. Здесь указана другая длительность поездки. Да, думаю 2 месяца. Вот другое дело. Так, 2 месяца. Паспорт действительный. Въезд действительный. Так. Он меня изначально начал обманывать. Я понял уже. Все. Здесь несоответствие. О чем вы говорите? Арест. Подделывай документы. Нехорошо так делать. Нельзя, нельзя. Подставляет и меня, и себя, и вообще всех. Опа. Так, работа. Работа на сколько? На 3 месяца. 3 месяца работа. Все. Так, это совпадает. Въезд действительный. Женский пол. Да ты... Алекса Кавковна. Давай лучше проверю на всякий случай. Нет св... Ой. Извините. Так вы женщина или мужчина? В паспорте все правильно. Обманывает тоже, наверное. Хотя Алекса Кавковна как-то выглядит даже, ну, имя-то вроде женское. Так, все верно. Все, ладно, 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 ладно. Все. Держите карточку на память. Так, все правильно, все правильно, все правильно, здесь все совпадает. Авиация, 83-й. Ну, значит, все правильно. Значит, ты можешь заходить. Заходи. Вроде все верно, я даже не знаю, верно или нет, но мне кажется, что все правильно. Ваши документики. Так, паспорт. Пригласили на международный... Так, подожди-ка. Совпадает. Совпадает. Так один уже был сегодня, зачем мне еще один нужен? Так, ну, Граха совпадает. Мужской пол. Выдача Цункейда. Давай посмотрим по... Импору. Подожди, Импор. Импор, Импор, Импор. Цункейда. А он же из Калечии должен был приехать. Зачем он из Импора? Свободный въезд во все указанные. У него антегрия... Погоди, может, я что-то не понимаю. Ну-ка, общие правила. Проверка дип-статуса обязательно. Подожди, я... Что-то не понимаю. Куда надо нажать? Этот дипломатический статус не распространяется на Роскоцку. У меня есть все дипломатические права. Вещь, я же говорю, что что-то не так. Что происходит? Что-то меня подставляют и подставляют. Уже 6 часов. Я сейчас бесплатно буду работать. Ваши документы. Так, Арстоцка. Женский пол. Въезд до 84-го года. Ой, да. До 84-го года. Вес совпадает. День рождения совпадает. Дрэк... А, Корман Дрэкс. Ну-ка. На. Отлично. Моя зэк. Читайте побыстрее. Эээ... Арстоцка – великая страна, терзаемая коррумпированными правителями. Война превратила власть имущих в толпу жадных параноиков. Вы сами это видите. Помогите нам освободить Арстоцку из этих орков. Орден Звезды. Изик. Так, и чё делать надо? Не потеряйте. Ой. Так, ладно, не потеряю. А что дальше-то? Так, ты из Арстоцки. Карточка есть, всё верно. Заходи, проходи. На. Счастливого пути. А зачем мне вот это солнышко? Зачем мне вот это всё дело нужно? А? Кто-нибудь мне расскажет вообще, к чему это всё есть? Сын болеет. Нужно лекарство. Улучшение таб. Вызов печатей. Вызов печатей на таб. Кл... А, нет. А, таб, вызов печати. Очень удобно. Сын болеет. Давай ещё и улучшение. Так, зарплата, продукты, отопление. На всё, да. Всё, пусть они будут все сытые, все вылеченные и будет улучшение. Облился. Блин. Ну что я за человек такой? Калечивый чиновник, арстотский шпион. На службу не явился. Предположительно, мёртв. Понятненько, всё ясненько. Ничего не ясненько, но что-то происходит. 1 декабря 82-го года. Облился, блин, мокрый. Я теперь буду сидеть. Чё делать? Министерство въезда предложило свои услуги в качестве посредника. В течение дня вам могут нанести визит. Слава Арстотске. Хорошо. Ладненько, следующий. Привет. Привет. Вы шпион? Да. Что? Нет. Я охранник, меня зовут Каленск. Каленск. Мне сказали, что дадут тёпленькое местечко и отправили сюда. Вот такая благодарность. Ещё и платят копейки. Нам всем так платят. Это да, но ты послушай. Когда ты кого-то задерживаешь, мне выписывают маленькую премию. Чем больше ты задержишь, тем больше мне заплатят за то, что я их принял. Но это ведь не честно, а? Тебе же должно что-то переподать. Я могу это поправить. Я буду отдавать тебе из своей премии по 5 кредитов за каждый год задержанных. По мне, это хорошее предложение. Отдавать деньги буду, как только мне заплатят. Давай друг другу поможем. Чё-то я как-то не очень сильно хочу задерживать просто так. Или же он просто будет отдавать мне за то, что я буду задерживать. То есть по правилам. Ваши документики. Ты из Ростовска. Похож, в принципе. Въезд действительный. 86 килограмм действительный. День рождения действительный. Семён Арсений действительный. Так, ну ладно, всё совпадает. До свидания. Слава Ростовски. А, у меня на Атаптере ездит. Классно. Я же проверил. Семён Арсений. Собираюсь здесь работать. Месяц-другой. Так, шесть месяцев. Месяц-другой это совпадает. Это нормально, что месяц-другой это шесть месяцев? Нет? Давай-ка мы с тобой возьмём. Вот так вот сделаем. Здесь другая длительность. На полгода. Верно, всё. Молодец. Так, общественное питание. Всегда иметь при себе. До 82-го года. Так, до 24-го декабря. Паспорт действительный. Номер паспорта тоже действительный. Анюча Рачёвская. Рачёвская Аню... Анюча. Фотографик похож. Женский пол. Скалом выдано. Ануча Рачёвская. Тут похоже. Всё верно. Так, 44 килограмма. Тут больше нигде не пишут. Всё равно по привычке нажимаю на ту сторону. Точнее, вот на кнопочку. А не на тап. Ещё сейчас ошибка будет наверняка какая-нибудь. Не просто ж так. Смотри-ка, нет? Ваши документы. У меня мало времени. Возьмите вот это. А как открыть? Спрячьте получше. Брачное поведение мелкой... Каличанской дичи. Полный отчёт. Министерство информации. Притворяется, что он из мин информации. Но это враньё. Если потребует документы, дайте им вот это. Не перепутайте. Серьёзно? Так, вот это отдать. Вот это при себе иметь. Хорошо. Так, из какого-то министерства должен прийти. И попросить с меня что-то. Из Каличи с женой приезжает. А, на ПМЖ. Лойев Феличия. Мужской пол. С женой. Хорошо. Действительно. Номер паспорта совпадает. Я думаю, что всё верно. Так, ладно. Я буду учиться на эту кнопку нажимать. На, держи. Не понял. Он же с женой собрался. Почему я должен... Далее здесь работу. Пару месяцев. А, пару месяцев на работу. Хорошо. Давай. Некрасивая в паспорте. Работа два месяца. Так. Всё действительно. Действительно. Хорошо. Так, ну, давай пол проверим. Блин, я... Ой, тихо ты. Точно женский? Совпадают. Уже хорошо. Так, здесь всё вроде совпадает. Значит, всё хорошо. Так, не то. Разрешить. Отдать. Держи. Сейчас ошибка будет по-любому. Чё-то какое косячное какое-то получалось. Два раза ошибся. Ты кто такой с крестом волбута? Ваши документы. Я из Министерства информации. Ты мне дал денег. А куда мне их деть? Следующий. Ваши документы. Из Ростоцки. Выглядишь ты не очень. Ты женщина? Сульвия Кореоновна. Женский пол... Данные совпадают. Ладненько. 51 килограмм. 169 сантиметров. Район Возенфельд. Не знаю. Там такого. Арстоцка. Кстати, Арвин Ванор. Вот это вот нужно посмотреть. Ой, не-не-не-не. Посмотри. Да нет, не сюда. Вот сюда надо нажать. И в Арстоцке посмотреть, какие там районы есть. Арвин Арвич Ванор. Есть такой. Ладно. И в принципе-то... В принципе-то всё. Держи. Слава Арстоцке. Ну, конечно же. Сейчас по-любому будет ошибка. Ну, смотри. Блин, нет. Интересно. Какова цель вашей пояски? Работа. Я вижу рыболовство. Останусь на год. А где твоя бумажка-то о том, что ты, типа, приезжаешь сюда? А где тут? Где тут должно быть разрешение на въезд? Мне не сказали, что оно потребуется. Ну и до свидания тогда. Так, не сюда. Вот сюда. Давай, пока. Не сказали. Не сказали, не сказали. Мне ж не жалко. Здравствуй, бабушка. Калечу я в гости. Насколько? На три месяца. Молодец. Чё-то ты, бабушка, не выглядишь как бабушка. Мне кажется, что-то чё-то так тут не так. Где у тебя пучок на башке? Так, действительно, действительно, номер... Опа! Вижу, что-то не совпадает. Вопрос. Номера не совпадают. Ещё раз. Алиэст. До свидания. До свидания, бабушка. По этапу сейчас пойдёт. Пройдёмте. Всё, бабулька поехала. В дальние дали. Соль добывать. Ваши документы. Цель поездки. И собираюсь здесь работать на 60 дней. Работа 60 месяцев. Но ты иностранец, поэтому ты должен мне отдать на разрешение для работы. Нет разрешения на работу. Вот. Так, действительное разрешение на работу. Бухгалтерия. Самель Петровский. А, Пуровский. Пуровский джи? Пуровский джи. А где здесь? А, Самель Пуровский джи. Угу. Он работает, действительно. Номер паспорта совпадает. И в целом-то как бы, да, тут вроде как бы всё... А, нет, не похож. Совпадает? Ну ладно. Мужской? Мужской. Действительно. Заходи. Проезжай. Я не удивлюсь, если будет что-то неверное. И не удивлюсь, если мне сейчас штраф выпишут. А, Пуровский джи. Ну смотри-ка. Нет, вроде всё хорошо. Привет, Алёнушка. Так, ты из Арстотска. Я понимаю. Так, и куда ты? Женщина. Донер. Донер, как в Додо Пицце. Катрина. Катрина Донер. Так. Тихо. Подожди. Вот уже явно больше, чем эта дата. Явно дата не совпадает. О чём вы говорите? Арест. В смысле, о чём я говорю? Неверная у тебя дата. Женщина. Истёк, да? Истёк паспорт твой. Только что продлили. Ну, до свидания. Тогда если продлили, так продлили. Иди к тем, кто тебе его продлевал. Такая наивная тоже, знаешь. Взяла и говорит, не, тут продлили паспорт. Так что ты давай мне его. Давай. Разрешай. Въезд. Так. У них всё ок. Поэтому давай-ка мы продукты с отоплением выключим. Нет, отопление давай оставим. И пойдём спать. Чистки в калечии. И своих не щадят. Причина исчезновения недостаток улик. Пойдём на работу. Декабрь 2. 2 декабря, 82 год. Сегодня вас посетит начальник оперативного отдела по Восточному Грештину. Не ударьте в грязь лицом. Слава Ростоцке. Так. Начальник оперативного отделения по Восточному Грештину. Ой, тихо. Вот сюда надо нажать. Чё такое-то? Эй. Вы здесь инспект? Нет. Вы ошиблись. Значит, я за вас в ответе. Количество полученных замечаний 6. Похоже, доверять лотерее было ошибкой. Надеюсь, это вас выхновит. Повесьте это на стену, я вернусь через 10 дней. Только попробуйте меня опозорить. Слава Ростоцке. В смысле, на стену? Какую стену мне повесить, блядь? Пусть вот тут лежит. 6 замечаний. Так нормально всё было-то. 6 замечаний всего-навсего. Сколько я клиентов обслужил? Ваши документы. Какова цель вашей поездки? Я тут транзитом, я тут другое место. Продолжительность визита. 2 дня, 2 дня. Ты, подожди. Ты не похож вообще. Это явно не вы. Это старое фото. Отпечатки. На. Делай мне отпечатки. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Данные совпадают. А, ну хорошо. На, это тебе на память. Это тоже тебе на память. Так, это работает. Так, это всё совпадает. А, всё совпадает. Крич Эван. Эван Крич. Совпадает. И, в принципе, мужской пол. Вот единственное, что меня сейчас смущает, это карта регионов. Если он из республии, давай посмотрим. А, есть Лисранди. Ну, давай разрешим на въезд. Ну, как бы разрешение дадим, потому что, ну, вроде как бы всё правильно. Охрен его знает. Блин, сейчас наверняка дадут штраф. За что-нибудь. Нет, смотри-ка. Здоровьте, женщина. На работу. Ну, если вы иностранка, то вы мне должны дать, наверное, один месяц на работу. Но вы мне должны дать кое-что другое. А, оглавление-то. Вот оно. Общее правило. Ты мне должна дать разрешение на въезд. Вот. Так, один месяц, да? Один месяц? Один месяц на работу. Всё верно, молодец. Ну-ка. Неправильно у тебя всё здесь. Ну-ка. До свидания. У меня были дела. Ну и до свидания. Если у тебя были дела, были дела. Иди отсюда. Мне ж не жалко. Я всегда рад тебе отказать. Следующий. Документы. Чё-то у тебя вообще нет ничего с собой. Родственников навестить она хочет. Ну-ка. 14 дней. У тебя должен быть разрешение на въезд. Да... Оно не потребуется. Ну, если не потребуется, тогда... Отказ. Ну, нажмись. Отказ. До свидания. В смысле не уйдёшь? Арест. Я отказываюсь. Придурки, не трогайте меня. Хуже будет. Сейчас познаете гнев тигра. У меня есть законное право. Въехать в Ростоцку. Думаете, я жучу? Тигры не жутят. Пропустите меня. Всё, блядь. Вынесли. Просто. Здравствуйте. Так, цель поездки ПМЖ. Хорошо. ПМЖ на постоянно. Номер паспорта совпадает. Хьюберт Калужный. Хьюберт. На постоянку номер паспорта совпадает. Мужской полц. Окей, да. Импор. Давай проверим ещё разочек. Вот это вот всё дело. Карту регионов из импора Цукейда. Есть? Цункейда. Вот это есть. Да, всё вроде совпадает. Давай разрешим. Это было просто. Ну, вроде как всё правильно. То есть... Не знаю, куда надо было смотреть, если было бы неправильно. Привет. Безглазый мужчина. Какова ваша поездка... А, цель. Работать. На шесть месяцев работы. Так, всё правильно. Номер паспорта... А, так, подожди. Пётр Дольчев. Ты сменил фамилию? Именно они совпадают. У меня два разных имени. Отпечатки. Ну-ка, отпечатки. На, держи. Отпечатывай. Даже отпечатки не совпадают. Смотри. Второе имя. Пётр Дольчев. А, ну, подожди-ка. Ну, смотри-ка. Всё совпадает. 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 Ну, ладно. Геодезия не геодезия. Это без разницы. Это совпадает. Это совпадает. Мужской пол. Калечие. Ну, наверное, всё верно. Держи. Поезжай. Поезжай. Добрай тебе всего хорошего. И... Больше сюда не приходи. Здравствуйте. Ваши документы. Наши люди готовы. Начинаем завтра. Пропустить их? Хорошо. Завтра начинаем. Пропускаем их. Эзиков каких-то пропускаем. Не ясно. Так, ладно, тут положу отсюда. Ваши документы. Какова цель вашей поездки? В гости. В гости на 14 дней. Подожди-ка. Ну, подожди. Уберись. Тут написано 14 дней, а тут 2 месяца. И ты меня явно обманываешь. Другая длительность. Я думаю 2 месяца. Молодец. Надо было раньше думать. Республия. Густок Буцвейн. Густов. Буцзейн. Буцзен. Грустным ты выглядишь на паспорте, конечно, дружище. Республия. Номер паспорта совпадает. Въезд. Въезд вроде действительный. Вроде все правильно. Если ты в гости, значит тебе на работу не нужно. Значит, разрешить. Давай разрешу тебе въезд. Наверняка какой-нибудь регион, блин, не совпадает сейчас. Будет очень грустно. Я просто на регион редко смотрю. И поэтому будет грустно очень. Мне дали здесь работу. Ты выглядишь не очень так. На год на работу. Не совпадает. Да не совпадает, говорю тебе. Тут два разных номера. Я про это ничего не знаю. Арест. До свидания. Поехал тоже по этапу за бабкой. За той. Че случилось? Как ты думаешь? Ты как сам-то думаешь, че случилось, если у тебя номера на паспорте не совпадают? Мне кажется, тебя арестуют. Ваши документики. Цель поездки дипломат. Так, в Арстоцку может въезжать. Номер паспорта. Так. Андри Виддиссон. Совпадает. Женский пол? Серьезно? А ты ничего не путаешь, нет? Ты же не женщина, ни черта. Давай. К сканеру лицом. Ой, к паспорту к сканеру лицом. Щелк. Щелк, говорю, давай. Щелк. Блин, слушай, правда, в паспорте правильно. Ты че-то не выглядишь, как женщина. Тут все правильно. Давай еще посмотрим в импоре, есть ли хайкан. Да, есть, слушай. Да-да-да, давай. Давай разрешим. Не знаю, блин. Наверняка ошибка какая-то была. Ну, потому что нахрена тут дипломат нужен? Блин, слушай, правильно. Правильно все. Сын болеет, нужно лекарство. Нужно пожрать и на лекарство отдать. Да? Да, потому что пока вроде как никому не холодно, только голодно, поэтому вот так. И пойти спать. Кража в министерстве въезда. Совершено несколько краж. Катастрофы не случилось. А Антегрия шпионит за своими гражданами. Разоблачитель скрылся. Блин, че-то вообще какая-то неясная история тут происходит. 3 декабря 82-го года. Зачем мне это здесь нужно? Вот сюда вот. При ограблении офиса МБ были похищены образцы печатей. Ничего важного не пропало, но разведка сообщает, что преступники уже начали подделать официальные документы Арстоцки. Подделки. Обязательно убедитесь, что в документах проставлены действительные печати. Проверяйте отсутствующие неправильные печати согласно соответствующим пунктам в главе документы. Слава Арстоцки. Серьезно, мне теперь печати нужно будет проверять? Блин, не круто это очень. Это очень не круто, но что поделаешь. Давай тогда вот сюда вот положу. И по документам... Ох, пляха-муха, как все сложно. Так, в гости на 3 месяца. В гости на 3 месяца. Здравствуй, женщина. Улыбаешься, в жизни что-то не очень. Калечия. Номер паспорта совпадает. Мария Лудакова. Совпадает. Женщина. Действительный этот, как его звать? Калечия. Юрко. Ну, наверное, все правильно. Давай разрешим. Пускай идет. Если неправильно, значит, будем вообще всех нас... Прям проверять. Поддельное разрешение на въезд. Ну, естественно. Привет, Джорджик. Привет, друг. Вот сегодня все получится. Смотри, какие хорошие бумаги. Достать было нелегко и недешево. Транзит на 2 дня. А ты куда вообще приходишь-то? Подожди. Номер паспорта совпадает. Джорджик Густаво совпадает. Совпадает. Орбистан. Дожделку. Я что-то прям вот вижу подвох. Мужчина. Я вижу подвох. И мне кажется, что здесь что-то не так. Ой, давай-ка мы посмотрим по карте регионов. Если ты из Арбистана. Искала. Все правильно. Что, мне тебя пропустить, получается, нужно? Или что? Печать, может, поддельная какая? А где печать должна снять? Вот эта вот печать? Ну, в смысле? А в смысле нет связи? Я не пойму. Ну, уберись. Куда нужно смотреть? Где печать должна быть? На паспорте? Или же где? Документы. Разрешение на въезд. Например. Печати. Вот такая и вот такая. Необходима печать. То есть, в любом случае, да, вот эти действительные печати. И по документам... По паспорту. Это не то. Мне нужен паспорт. Мне нужен паспорт. Здесь его нет. Ладненько. Ну, что, получается, тебя пропустить нужно? Иди. Ты лучше всех. Арстотская лучшая страна. Вот возьми. Монетку дал. Спасибо. Положу сюда. Следующий. Блин, я просто не хотел. Я думал, что есть какой-то подвох, а оказывается, что нет. Ваши документы. Ты тоже похож на Жоржика. Я буду здесь работать. А паспорт где твой? Я думаю год. Ты думаешь, ты плохо работать будешь, мне кажется, потому что ты даже не принес мне паспорт. Паспорт тебе не нужен? Моя. Вот. Ну, давай, паспорт проверю. Так, ты здесь будешь работать один год. Если ты будешь здесь работать один год, значит, у тебя должно все совпадать. Ты мужчина. Кора Франциско. Кора Франциско. Совпадает. Номер паспорта совпадает. Импорт. Печать. Действительная, вроде как. Здесь вот МБ правильно стоит. Ба-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, ну, наверное, все верно. Подожди. Подожди, давай посмотрим разрешение на работу, какое должно быть по документам. Уберись пока. Документы, разрешение на работу. Печать должна стоять... Нормально. Печать и так нормально. Печать. Хорошо все. Давай, вперед. За работу. Это было просто. Наверное, все правильно. А там как знать. Блять. Доброе утро. Доброе утро. Ты задержал троих. Премия неплохая. Платят сразу. Хотя, получается, не так много. Ты задерживаешь... Ты задерживай побольше. Их у обоих будет больше. Выйдет. Короче, какая-то ерунда получается у меня с тобой. Смотри, прям ошибок очень много. Надо как-то более внимательно что-то смотреть. В гости это все. Продолжительность визита. Месяц. В гости один месяц. Женский пол. Амелия Гройезингер. Гройезингер. Амелия. Женский пол. Въезд действительный. Паспорт действительный. Номер паспорта... Действительный. Выглядит грустнее немножко, но в принципе все правильно. Нет печати. Ну подожди. Мне нужно... Мне нужно убрать и вот эту вот печать посмотреть. А, вот она. Печать. Да не туда нажимаешь. Вот и вот. Где здесь? Где печать? Это подделка. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Арест. Нужно немножко придрочиться. Просто понять, как это работает. И куда смотреть? Я как-то немножко перестал ориентироваться. Давно не играл. И получается, что вот так. Так. Что у нас тут? Цель поездки. Транзит. А где разрешение на въезд? Дружище. Разрешение на въезд. На пару недель транзитом. Давай-ка мне. А что это? Арест. Или нет? А, тут не арестовывают. Тут отказом просто идет. Орден знает. Надо было пропускать его. Твою налево. Транзитом на 14 дней. Транзит на 14 дней. Мужской пол. Все совпадает вроде как бы. Арктем. Арктем Хобловский. Совпадает. Так. Эти цифры буквы вроде тоже как-то совпадают. Действительный паспорт и въезд. Ну и в целом. Так. МБ. А правильно, что оно здесь? Это не подделка. То есть, вот это вот правильно, что оно здесь висит? Мне кажется, что не очень. Почему оно здесь? Нет связи? Данные совпадают. Ну ладно, если совпадают, так совпадают. Тогда, тогда что вот еще можно? К чему придраться здесь можно? Можно придраться к тому, что в Арбистане нет Мергеруса. Есть. Мергерус. Слушай. Мергерус. Мергерус. Блин. Я просто пытаюсь до всего докопаться. Получается, что вроде как... Вроде как все правильно. А вот сейчас мне скажут, что вот так-то так-то ты сейчас ошибся. Нет, смотри, не ошибся. Ваши документики. Паспорт есть в гости на два месяца. На два месяца. Молодец. Совпадает номер паспорта, совпадает дата. Действительно, и у паспорта, и у всего грожек Михаэль. Грожек Михаэль. Калечие. Выдано. Все правильно. Так, давай посмотрим мы с тобой по Арбистану. Ведр. Это калечие. Это калечие. Должно быть вот оно, калечие. Так, это все есть. Похож. Ну и в целом-то вот. Все, давай, заходи. Ладно. Так время-то уже прошло. Че, я еще должен принять? День-то рабочий кончился. Опа. А, я... Прочи срочно. Первому агенту отказано. Через три дня прибудет второй. Не повторяйте свою ошибку. На, отдай. А как я его должен отличать? Ты мне расскажи, как я должен отличить агента. Он же, блин... Вообще ничем... Незнакомец принес вам деньги. Выбирайте взять их или сжечь. Улучшение. Макро-команды для инструкции. Конечно, взять. Косказарь кому помешает? Дар език. Я приму удар, конечно же. И улучшение прокачаю, конечно же. И все у меня и будут голодные... Ой, и не голодные, и сытые. И будет все хорошо. Так, а вот эта монетка, получается, раз... Во сколько-то дней там появляется? Или что-то там... Я так не понял. Когда-нибудь там дается? Но... Дело даже не в этом. Дело в том, что мы идем спать и заканчиваем серию. В словах и рисунках, но слов больше. История Арстоцки. Понятно. Здесь ничего нового не пришло. Здесь все как бы по-старому. Давай с тобой прощаться. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в других сериях. Доброе утро, инспектор. Здоровье сегодня получше, надеюсь. Я хочу задать вам несколько вопросов. Мин информации, исследовательный отдел. Мы думаем, что есть некая группа лиц, которая пытается создать нам всем проблемы. Мы считаем, что некоторые из ее членов прошли через этот пункт. Так что мы решили с вами побеседовать. Вы ничего похожего не видели? Это что-то вроде эмблемы той группы. Если вы что-то раска... Знаете, вы ведь нам расскажете, правда, да? Да, конечно. Да, расскажу. Но я не знаю таких. Нет, ни в коем случае. Ну и отлично. На, вот тебе. А если не отдам, что? На. На. Эта группа очень опасна. Дай мне косарь только что дали. Если увидите что-то необычное, немедленно сообщите. Так вот. Всем до встречи в новых сериях, в новых видео. Всем хорошего настроения и всем пока.